МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леопард и тигр – это врань человека. Их надо убить. В каждой истории есть плохое и хорошее. За последние два года учеты показали, что численность леопарда возросла. Историю творит идея. Для спасения леопарда территория заповедника была расширена. Может, не получится, но это необходимо делать. Иногда идеи ломают ход истории, и тогда начинаются новые. Истории леопарда. Это чувствуется только осенью, когда воздух становится таким холодным. Когда лес наполняется всеми этими пряными запахами. Запахами листвы, запахами почвы, запахами льда. И когда бежишь сквозь этот лес, кажется, что сейчас и здесь утром движешься только ты. Все остальное замерло и смотрит на тебя. И ты чувствуешь все свои мышцы. Ты чувствуешь, как твое сердце качает кровь. Как легкие наполняются воздухом. Такие моменты верятся. Просто верятся. Такие моменты хочется. Такие моменты ты уверен в себе, в этом мире. Ты чувствуешь все. Ты весь превращайся в чувство. Ты ощущаешь все пространство вокруг себя очень остро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Привет. Как ты? Нормально? Присаживайся. Все подготовила. Спасибо за завтрак. Кроме кофе, вообще, утром практически ничего не ем. Мне нужно зарядиться. Ты сегодня рано встала, да? Сегодня утром я бегала. Кровь разогнал и вперед. Готова к активным действиям? Какие у тебя планы сегодня? Да, надо поработать сегодня. Кстати, у меня просьба со мной сходить. Потому что по технике безопасности по одному ходить нельзя. Поэтому надо компанировать. С удовольствием куда идем? Мне с ней недалеко на самом деле, но подготовиться надо. Так, мы можем сейчас отправляться. Мне нужно, правда, работу закончить. Просто дай мне пару секунд. Ну, давай, я тебя ждем. Ага, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дина Матюхина. Биолог, научный сотрудник земли леопарда. Изучает самых редких кошек на планете. Дальневосточного леопарда и амурского тигра. Дина знает, как найти места их обитания. В поисках излюбленных троп хищников в этом заповедном лесу она провела не один год. Что мы будем делать сегодня, не представляю. Но я давно поняла, если речь заходит о леопардах, подъемов на сопки не избежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, говори, чем тебе помогать. Надо смотреть под ноги. Мы ищем экскременты леопарда. Я думаю, ты представляешь, как они выглядят. Но леопарды делают еще характерные метки. Паскреб. Вот поскреб, да. Они задними ногами грибут грунт и кладут туда вот свою метку в виде экскремента. И чаще всего это вот на таких тропах вдоль обрывов или по макушкам хребтов. О, подожди, вот. Что-то есть. Бинго! Ну, я бы так сказала. Ух! Вот, посмотри. Так, надо его собрать. Самое главное, это не лезть туда руками. Потому что вот этот образец, он пойдет на несколько видов анализов. Это генетика. Генетика. Вот, особенно потому что у нас выделение желез на наших пальцах тоже содержит генетический материал наш. Поэтому собирать нужно бесконтактным методом. Во-первых, это личная техника безопасности, потому что экскременты тигра и леопарда, они содержат огромное количество яиц, паразитов. Ух ты! Многие смеются, конечно, потому что... Вот, я не знаю, в твоей профессии наверняка есть такие моменты, которые, ну, захватывают тебя настолько, что, ну, посторонние люди никогда бы не поняли. Наши, это... Да, так и бывает. Во-первых, зверь сам по себе очень редкий. Тигр, леопард, ну, виды очень редкие. И то, что они оставляют, это просто бесценный материал, который поможет нам узнать о их жизни очень много. Я сейчас заметила по твоим глазам вот эту вспышку радости. Только никому не говори, пожалуйста, что я испытываю радость. Хотя, ну, пускай это касается между нами. Я боюсь, что все равно все это увидят. Записываем координаты, потому что это очень важная информация для дальнейшего анализа. Уничтожаем эту улику. Потому что в следующий раз, если кто-либо из наших сотрудников пойдет здесь, чтобы он не ошибся и не... Не нашел тот же поскреб, да? Не зафиксировал, да, его во второй раз. А тебе говорили, что ты сама похожа на маленького тигренка? Ну, нет, мне говорили, что я похожа на лисенка. Почему я на тигра, кстати, так полюбила? За что? Трудно сказать. Вот ты можешь объяснить, почему ты влюбилась в этого человека, а не в другого? Мне нравится, у него такой очень мощный магнетизм у тигра. Это хозяин, это очень сильный зверь. Весь его образ окутан легендами, мифами. Находясь рядом с этим зверем, невозможно быть спокойным. Это невозможно. У них рык такой, он вообще, он должен парализовать. Я услышала рык, очень отрывистый, очень глубокий. Тигр лежал в укрытии, это была крона поваленного дерева. Он рыкнул. Мы, конечно, остановились. И после этого он решил покинуть просто место встречи и на прыжках ушел. Я видела только хвост и задние ноги. Можно годами ходить, изучать, находить какие-то экскременты, следы, писать статьи, выступать на конференциях. Можно все. Но когда ты в один день, спустя 20 лет, с того момента, ты начал это изучать, ты встречаешь его в лесу, ты понимаешь все, что ты знал о нем. Совершенно тебе не нужно. Потому что вот ты, а вот этот зверь, который может тебя лишить жизни в считанные секунды. И все. Каждый раз, я уверена, человек испытывает страх. У нас конференция предстоит через несколько дней. И я уже закончила презентацию, тезис и закончила. Но единственное, что я не могу сделать, это подготовиться к выступлению перед публикой. Потому что это всегда большой стресс для меня. Тем более будут очень большие люди. А чего ты боишься? Когда на тебя смотрят люди, они тебя оценивают, они тебя слушают. Мне помогает, когда есть в зале какой-то человек, к которому могу довериться. Я тебе предлагаю, давай я поеду с тобой. Это будет хорошо. Нам необходимо перипетировать. Нет. Как нет? Дин, мы с тобой находимся в лесу. Нас вообще никто не видит. Хорошо, если бы конференция проходила в лесу. Залезай. Это твоя сцена, это зал. Может, не надо? Я думаю, надо. Давай, давай, давай в следующий раз. Давай, давай, вперед. Дальневосточный леопард. Я чувствую себя как на экзамене. Вот выпал билет, девушка, отвечайте. Дальневосточный леопард? Дальневосточный леопард. Один из девяти ныне живущих подвидов леопарда. Потому что он является самым северным из всех подвидов. И самым уникальным. Я уже начинаю сбивчиво говорить. У тебя предмет просто отлетает от зубов. Ты его знаешь идеально. Нет, боюсь. Мне надо начать сначала. Во мне меня многое не устраивает. Если попадаю в ситуацию, в которой я чувствую себя неловко, я начинаю себя злиться. Начинаешь себя ругать. Себе больше не хочется в этой ситуации оказывать. Это даже не страх, не желание. Начинаешь уже думать, что ты можешь понять, что послужило причиной. Давай, глубокий вдох. Глубокий-глубокий. Прям вот очень. Себя. Задержала. И потом очень-очень медленный выдох. Прям совсем медленный. Деревочный леопард является самым северным и уникальным вкладом антического вклада. Куниевский полуостров и юг Дальнего Востока. Классно. Работа требует от тебя очень многого. И часто ты сомневаешься, сможешь ли ты это. И насколько сильно тебе хочется что-то делать. Потому что наука, она сродни творчеству. Она полна предчувствий, интуиции. И я пытаюсь все довести до совершенства. Я не знаю, насколько хорошо мне это получается. Но я очень стараюсь. Я хочу, чтобы моя работа заслужила хорошую оценку. Хочется делать то, что хочется сейчас. Выбрать предмет, выбрать цель. И просто работать. Работать увлеченно. Работать так, чтобы тебя это захватывало. Чтобы ты чувствовал азарт. Даже в науке можно это почувствовать. Пора бы поужинать. Если Дину не отвлечь, она будет до утра сидеть за микроскопом. В этом гостевом доме заповедника Дина останавливается, когда приезжает из Владивостока. Здесь она проводит исследования, встречается с коллегами. Привет! Ну что, поужинаем? Давай. Сколько ты же работаешь? Ну, я не могу сказать. Час, полтора здесь. Ну, очень хорошо и работает, и спится, и живется тихо, спокойно. Я бы хотела проводить здесь, ну, здесь подумать, наверное, до половины своего времени. Потому что в городе мне трудно находиться. Там слишком много звуков, там слишком всего много. И хочется просто сбегать и находиться здесь. Потому что в тишине и спокойствии поработать, подумать, гулять. Соприкасаешься с чем-то настоящим, с чем-то живым. В городе это очень сложно. Ну, у тебя такой идеальный баланс получается. Работа и мечты. Да. Многие меня завидуют, на самом деле. И, конечно, и у меня бывают сложности еще. Но атмосфера, сама вот эта вот почва, на которой я расту, на которой я работаю, она такая очень благодатная, она полезна для души больше, наверное. Даже в городе я ищу уединение, как в лесу. Понятно, что есть моменты, которые дает только город. Иногда редко, но мне хочется вот в гущу событий, людей. Когда вот начинаешь чувствовать атмосферу, вот это вот дыхание этого города. Я люблю, например, старые районы и вот эти маленькие улочки, тот старый Владивосток, где вот время, оно остановилось. Просто наслаждаешься вот этой атмосферой старого города. Чаще всего, конечно, я сижу дома, запираюсь, закрываюсь и уделяю время только себе. Я могу почитать, могу попеть, что-нибудь. Я пою плохо. Я сразу говорю, но когда меня никто не слышит, я позволяю себе такую слабость. Купите мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпку, ботиночки с шитьем. Я сама знаю, что я пою с душой, потому что петь без души, ну какой смысл? Работаешь дома? Нет. Для меня дом – это такое место, где ничего не должно напоминать о работе. Несмотря на то, что работа любимая, я ее просто обожаю. Ну, кроме как календаря с леопардом, у меня ничего не напоминает о моей работе. Не, ну, конечно, я тоже себе не представляю, если у тебя дома на кухне стоит микроскоп, стеклышки. Да, экскременты тигра в морозилке. Нет, такого не будет. Поздний звонок. Подожди. Другу нужна помощь. Виктор Борисович. Алло. Привет. Подожди, а во сколько? А, круто, слушай. А ты не знаешь еще кто? Ну, давай. Да, конечно, буду ждать. Угу, всего, до завтра. Витя сказал, что, по-моему, леопард объявился новый, и он поставил, ну, деталь не говорил, что он поставил камеры здесь. Потому что это же здорово. Да, я просто из нее, я думаю, завтра. Мы завтра идем с ним проверять. Угу. И видим, кто это, что это. Ну, если действительно новый, то это будет очень здорово. Расскажешь потом, ладно? Угу. Все, пока, спокойной ночи. Пока, спокойной ночи, спасибо за блинчики. Дина и ее коллеги отлично знают всех леопардов, которые обитают в заповеднике, и пристально следят за их жизнью. Поэтому появление еще одного постояльца на территории может стать для них по-настоящему грандиозным событием. Юра сообщил информацию, что, ну, девчонки шли в школу и увидели самочку с котенком. Давно? Ну, неделю назад, грубо говоря. Я вот уже выставил, ну, часть ловушек. И сейчас, в принципе, нам надо, ну, информацию посмотреть. Они не говорили, какой котенок? Ну, маленький, большой. Ну, в районе двух месяцев, потому что, ну, девчонки показывают, вот, вообще, размер. Получается, где ты поставил? Ну, я по скальникам буквально, что, возможно, там рядом пооблазил. Ну, посмотрим, может быть, даже уже какой-то результат есть. Если на территории поселилась самка с котенком, то ей понадобится логово, чтобы спрятать малыша. Это может быть любое труднодоступное место. Расщелина, скрытая пещера, яма под корнями деревьев. Место, видишь, какое, ну, хорошее для котят. Столько всяких укрытий. Оно еще одно. Опа! Гляди, я не видел. Очень круто. Вот это очень похож на логово. Очень. Это натоптанно, видишь? Шерсти не видно. Не, ну, это необязательно. Ну, пошли посмотрим. Может быть, что-то есть. Порой самка выбирает настолько небольшое по размеру логово, что сама в него залезть не может. Там помещается только котенок. А значит, и другие хищники к детенышу не доберутся. Это продуманная мера защиты. Но это не логово. Это просто как убежище, укрытие. Тут вообще, ну, гляди, очень солнце как раз на вечерке. Снег никак не попадает. Для зимы вообще супер вариант погреться, ну, без снега. Ну, он сюда может затаскивать. Это тоже жертв. Если сюда будет. Сейчас просмотрим, что есть. Ну, что, пошли перекусим. Ранее в заповеднике видели лишь одну самку леопарда с котятами. 13-летняя кедровка уже не раз приносила потомство. Самым молодым ее детям сейчас около полутора лет. Однако в этом возрасте малыши уже начинают самостоятельную жизнь. И маловероятно, что она до сих пор их оберегает. Посмотрим результаты. Опа, есть. Но только вот, только зад. Блин, я. Видишь, это не взрослый леопард. Как котенок. Если они говорят, что маленького видели, то это, ну, это не совсем маленький. В любом случае это зацепка, определенная зацепка. Я никак не насмотрюсь. Одному взрослому леопарду нужен индивидуальный участок в 6-8 тысяч гектаров. Вопрос конкуренции между дикими кошками пока глубоко не изучен. Достоверно известно лишь то, что участки обитания дальневосточных леопардов одного пола могут перекрываться. Яблочко будешь? Давай сначала с бутиков. А то может быть, либо кто-то из тех котятки-дровки. Предыдущий выводок. Я думаю, мы получим все равно. Ну, да, надо подождать просто, а то преждевременно выводы не стоит делать. На конференцию на природу без границ едешь, нет? Да, этому буду уступать. Мандраж-то присутствует? Волнение нарастает. Главное, работа сделана. Оно сделано, но к себе требования. Просто выше. Всегда хочется сделать, чтобы все было идеально, чтобы все было хорошо. Но это, в принципе, невозможно. Но стремиться надо. Я даже не знаю, как тебе сказать и подбодрить. Я обычно по плечу бью, а тут... Ну, да ладно тебе, Сергеич. Ну, ты это, там, марку держи, чтобы все хоккейно было. До важной конференции остается один вечер. Мне хотелось как-то отвлечь Дину от судорожного повторения своей презентации и поднять ей настроение. Мы решили прогуляться. Она давно обещала показать мне другую сторону земли леопарда. И вот мы здесь, на берегу Японского моря. Любишь море? Ну, я родилась здесь. И эта любовь к морю, она с детства возникла. И она уже часть привычного ежедневного пейзажа. Хотя я работаю в лесу, но мне нужно обязательно иметь возможность выезжать к морю. Потому что здесь тоже можно побыть наедине с собой, побыть в тишине, послушать шум. В лесу все закрыто, а здесь огромный простор открывается. Я очень хочу побывать в Антарктиде или в Арктике. Ничего себе, там же хоккейно. Я люблю север. Я очень люблю север. Он более суровый. Он более настоящий. Вот в этой его суровости. Там нет этой буйной красоты. И вот в этом была притягательность. Знаете, просто вот, когда какие-то стрессы, когда волнуешься, беспокоишься. Я вспоминаю места, где мне было хорошо, где мне было спокойно, свободно. Это ощущение. Я думала об этом, что выйду я перед аудиторией и начну вспоминать май этого года, вспоминать Сербию, божественное красное сухое вино, теплые вечера, горы. Нужно в первую очередь преодолеть себя, победить вот этот страх внутренний в себе в первую очередь. Ну а как? Вот волнуешься сейчас? Завтра уже важный день. Сейчас спокойно, потому что возле моря. Просто не критикуй себя, ладно? По жизни. Сейчас. Потому что ты прекрасна. И ты вещи, говоришь, интересные. Говоришь, это так, что тебя хочется слушать. И ты замечаешь восхищенные взгляды, которые на тебя направлены. Мне всегда неловко, когда люди начинают ко мне тянуться и говорят, Удина, как с тобой? Хорошо. Еще что-то. Ну подожди, одиночество, если этих людей нет? Я спокойно переношу одиночество. Абсолютно спокойно. У меня, конечно, нет социопатии такой жуткой. И я уверена, что друзья – это не те, кто с тобой постоянно, а те, кто приходят к тебе в нужный момент. Или те люди, когда тебе плохо, тебе нужна помощь, ты можешь к ним обратиться. Они не могут говорить, почему ты обращаешься только, когда тебе плохо. То есть они не задумываются о таких вещах. Это здорово. Но на самом деле говорят же, что друг – тот, кто может с тобой порадоваться. Да. С тобой, за тебя. Надеюсь, что завтра будет хорошей. Удачно. Дальневосточный леопард является одним из девяти ныне существующих подвидов леопарда и также самым редким подвидом крупных кошачьих. Дальневосточный леопард признан генетически обособленной популяцией и заслуживает охраны как самый северный и уникальный в плане генетического вклада в биоразнообразие видов и региона. Региона? Забыла. Ну что, как настраиваешь? Боевой? Нет. Не боевой. Он мне дополнительный. Переживай. Смотри на меня. Да, я буду на тебя смотреть. Хорошо. Несмотря на бессонную ночь, Дина пытается сосредоточиться. Перфекционистка. Она исправляет последние недочеты в своем докладе. Мы проезжаем через весь Владивосток. По мосту, через пролив Босфор-Восточный и попадаем на остров Русский. Конференция проходит в Дальневосточном федеральном университете в рамках международного форума «Природа без границ». Выступления спикеров уже начались. Дина заметно нервничает. Мне кажется, я нервничаю еще больше. Она должна собраться и успокоиться. Скорее бы все закончилось. И слово для доклада представляется научному сотруднику Национального парка «Земля леопарда» Матюхина и Дине Сергеевне. Спасибо. Добрый день. Рада всех приветствовать. Доклад посвящен проблемам сохранения Дальневосточного леопарда и роли особо охраняемых природных территорий в деле сохранения этого редкого хищника. Дальневосточный леопард – это один из девяти ныне существующих подвигов леопарда. Одним из самых необходимых условий для сохранения леопарда является наличие особо охраняемых природных территорий. Благодарю за внимание. Дина справилась. Я в ней не сомневалась. Я очень ей благодарна. Она открыла мне свой мир. Поделилась сокровенным. Разрешила помочь. Знаю, это было непросто. Дина упрямая. Как она не хотела лезть на эту скалу и репетировать. Ранимая. Стоило мне резко высказаться или затронуть болезненную тему, я тут же замечала на себе ее печальный взгляд. Бескомпромиссная. Не желает что-либо делать наполовину. Всецело отдает себя науке. Находит ответы там, где другие даже не ищут. Смелая. Для изучения она выбрала самого редкого хищника на планете. Своим примером Дина вдохновляет окружающих. И я верю, что ей под силу сохранить жизнь благородного зверя. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.